9 мая из Китая прибыло 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки таких тестов. Председатель Белорусской ассоциации врачей ответил на актуальные вопросы о новинке в борьбе с коронавирусом. Первый и самый волнующий – когда будут доступны тесты. Это помощь в диагностике, в ранней диагностике и в раннем начале лечения того или иного заболевания. Сейчас эти тесты делаются абсолютно бесплатно, но по абсолютным показаниям, то есть не по желанию населения. Если их будет достаточное количество, они будут в аптечной сети. Ну, конечно, каждый желающий может купить себе этот тест и сделать его в домашних условиях. На сегодняшний момент мы делаем по показаниям. Так что же это за тесты и что они определяют в случае, если есть показания к их проведению? Это экспресс-тест. Слово говорит за себя. То есть в течение 15 минут человек может узнать о том, болен он коронавирусом, либо нет. Перенес он это заболевание ранее, либо нет. И какая ситуация. Выглядит он как обычная лакмусовая, можно так сказать, полоска. Анализ он достаточно примитивен. То есть это может быть плазма, это может быть сыворотка крови, может быть и цельная кровь. То есть, ну, образно говоря, две капельки крови из пальца. Вот. Они смешиваются с физраствором определенным и наносятся на лакмусовую бумажку. У здорового человека только первая полосочка сработает. Это говорит о том, что тест рабочий. А в дальнейшем, если больше никаких тест-полосок не получилось, то мы говорим о том, что у человека нет коронавирусной инфекции, он абсолютно здоров. Если загорелась зона иммуноглобулина М, ну, образно говоря, загорелась, то мы говорим о том, что сейчас у человека острое заболевание. То есть он заболел где-то на протяжении последних пяти дней. Если загорается все три полоски, ситуация близка к выздоровлению. То есть у человека еще сохраняется иммуноглобулина М, но уже есть наработка иммунитета против этого заболевания. Вот эти вот тесты очень нам помогают, потому что в течение 15 минут, если у нас есть необходимость, мы делаем этот тест, понимаем, есть ковид, либо нет. Либо идет одна терапия, либо, если нет, значит, совсем другая терапия. Вот это вот очень важно. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу продолжится централизованно в учреждениях здравоохранения, помощь медикам. Также Минздрав анонсирует возможность пройти исследование всем желающим на платной основе. Такие исследования – отличный способ определения иммунной прослойки среди населения COVID-19. При повторном соприкосновении с коронавирусной инфекцией человек либо не заболеет, либо он перенесет так чисто теоретически в абсолютно легкой и, может быть, даже незаметной для него форме. Здесь характерно будет, какой титр антител у него на данный момент. Но я бы сказал, что опасности повторного заражения, наверное, очень-очень-очень маленький процент. А пока тесты не появились в общем доступе, вот вам список основных симптомов COVID-19. Очень характерно – это резкая потеря бонянина, резкое начало заболевания, сухой кашель, непродуктивные, скачкообразные подъемы температуры до 38,5-39, то есть достаточно-таки высокие гетические цифры, как медики называют. Если человек отлежится несколько дней, возможно, это просто уйдет, скрытое течение, человек поправится, никаких проблем не будет. Если он чувствует вот эти нарастающие симптомы, у него поднимается температура, да, у него там слабость общая, есть признаки дыхательной недостаточности, то есть человек немного проходит, у него повышенная утомляемость, тогда, конечно, надо вызывать врача для того, чтобы уже медики занимались его здоровьем. Субтитры создавал DimaTorzok